Евро-доллар на вчерашних торгах оставался под устойчивым прессингом со стороны медведей. Валюта устойчиво снижалась на фоне негативного отношения рынка к нарушению Евросоюзом святая святых всей банковской системы с охранностью частных кладов. Несмотря на то, что слухи о вероятном введении налога на депозиты в других проблемных странах еврозоны по всей вероятности были раздуты, для евро они уже обернулись ухудшением технической картины и усилением беспокойства в рядах инвесторов. Вчера несколько высших чиновников ЕЦБ попытались дезавуулировать высказывания главы Еврогруппы об использовании в регионе кипрской модели. Член исполнительного совета Европейского банка Бенуа Кире и член совета управляющих банка Эвальд Навотны выступили с заявлением о том, что опыт Кипра не станет образцом для других стран еврозоны, поскольку нигде больше нет такой концентрации проблем. Это смогло на какое-то время остановить падение пары. Пройдя на снижение от азиатского максимума 1,2867-116 пунктов, курс валюты стабилизировался в узком боковом диапазоне и завершил американскую сессию на отметке 1,2779. Сегодня кипрские банки возобновят свою деятельность. Вероятность активного бегства капитала как со счетов кипрских банков, так и из евро весьма высока. Исходя из этого, в нашем прогнозе на четверг предполагаем попытку пары протестировать на снижение уровень вчерашнего минимума 1,2751. Если продавцам единой валюты удастся преодолеть этот уровень, снижение пары продолжится в направлении 1,27-1,2660. Если же пробой не состоится, евро-доллар активизирует коррекцию к предыдущему снижению и подъем курса единой валюты к целевым уровням 1,2798, 1,2826, 1,2874 и, возможно, к 1,2910.